друзья всем добрый вечер здоровые с вами именно так потому что сейчас уже 6 часов вечера и кто вчера смотрел мое видео готовых работах я рассказывала вам ближе к концу этого видео рассказывала что хочу сделать такой формат на целую неделю еще раз проговорю кратенько дату из каждый день точнее даже не день а как бы с вечера с каждого нового вечера я буду начинать новую игрушечку и потом на следующий день я показываю вам что мне удалось связать можно сказать половинка или даже не половинка вечера ну и вот день да и так как сейчас уже 6 часов вечера получается я от сниму это видео смонтирую выгружу на канал и возьмусь за новую работу и также завтра такое видео будет послезавтра надеюсь что это все у нас получится и уже по итогу воскресенье я смогу показать вам что же у меня получилось связать дату из готовые игрушечки девочки я не знаю смогу я вот справиться с этим всем да потому что это такие процессы то есть например я вот вчера вязала я еще не закончила сейчас я вам это буду показывать и получится так что на субботу я себе оставлю все эти процессы которые мне надо будет собрать привести в порядок чтобы воскресенье показать это видео готовых работах и так думаю себе что я на саму субботу то есть на один день я вряд ли это все успею поэтому по мере возможности как будет получаться на протяжении каждой вот каждого дня я что-то буду все равно возвращаться какой-то игрушки и по чуть-чуть хотя бы дорабатывать я вам сейчас покажу что у меня получилось но и вы естественно с этого поймете что за один день это будет как бы тяжело справиться и у нас вот такие будут видео выходе целую неделю долго я думала над названием потому что это вроде и слово должно быть неделя и про игрушки да поэтому я назвала игрушечная неделя и думаю если у нас все получится вам будут нравиться такие видео вы будете прав вот эту неделю проводить практически ну вот каждый день да со мной если вы будете смотреть и вы захотите такие видео то в дальнейшем точно так же я буду проводить такие вот видео формат и получается что например игрушечная неделя и день 1 день 2 и так дальше да то есть вот у нас вот так будет надеюсь что все у нас получится вот вчера я получила отзывы от вас вот ваши отклики и ваши комментарии что вы хотите 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 такие видео поэтому девочки я стараюсь со всех сил вот и они будут такие знаете расслабляющие такого больше тоже разговорного формата да то есть можно сказать как такой вложек но они будут не длинные коротенькие но по мере возможности как что будет вот мне какая-то информация чтоб я могла вам рассказать вот например сегодня у меня понедельник и девочки это очень хорошо что я себе вот так поставила именно с вечера начинать новую игрушку а не с утра потому что поверьте я ничего сегодня не успела по поводу вязания с утра детей завтрак приго приготовить детей отправить в школу да потом у меня заняло время то что вот мы сможем то что я вам рассказывала пишем сейчас всяких разные там по документам надо много писать это занимает время потом я занималась фотографиями на фотографии у меня ушло где-то два часа где-то так потому что фотографировала как раз маленькую малюточку свою вот тоже вчера показывала и кстати если может вы не успели посмотреть может еще не знаете также сегодня вышло коротенькое видео маленькое там буквально я показываю мишут куда и целый наборчик все что входит для этой мишки тоже такое коротенькое видео и вы знаете я себе подумала что такие видео коротенькие также буду снимать тоже на канал они то есть быстро делается да вот тоже это время занимает фотографии надо сделать то в платьице надо поставить так то в платьице надо поставить голову повернуть развернуть тут фокус ловит тут не ловит тут . заходит тут . выходит в общем тут в пальтишко надо сфотографировать в разных ракурсах ну вот девочки вот тоже тоже каждую фотографию обработать написать вот логотип то есть это все тоже занимает время я вот так то телефон то интернет то комментарии то тоже люди девочки спрашивают аж у нас сегодня был розыгрыш по мастер-классам инстаграме кто не подписан еще на instagram ссылочки внизу под видео там тоже интересно девчонки так что проходите подписывайтесь вот чем нас больше тем лучше как я всегда говорю также если у вас есть вопросы вы можете мне сразу в личные например сообщение записать и я сразу быстрее вижу чем например я открываю ноутбук захожу и так дальше потому что у меня на телефоне и есть youtube канал нос дело в том что я не все вот почему-то даже не знаю почему но я не все вижу комментарии которые приходят поэтому отвечаю не сразу на все так что вот такой день потом обед знаете девочки туда сюда еще сегодня тоже стирку устроила что-то при пылесосить быстро и в общем я вот так гоняю по дому и как можно на дорогу на как это сказать на беговую дорожку не ходить так и что и сегодня девочки я вам сейчас покажу вообще вот очень маленько маленько связала больше ничего не успела поэтому я и начинала с вечера и вот сейчас я вам это тоже покажу что у меня получается тоже буду монтировать видео обработаю выгружу на канал и приступаю к новой работе какой девочки не спрашивайте потому что еще не знаю также еще скажу кто будет спрашивать например на протяжении всей этой недели по какому-то мастер-классу на какую-то определенную игрушку я вам не смогу так ответить я возьму в общем когда они все будут готовы еда только тогда я смогу сказать например по этой игрушке будет у нас платный мастер-класс по этой игрушке будет бесплатный мастер-класс я посмотрю девочки насколько это будет сложная игрушка или простая или легкая по схеме и все вот это я вам тоже обязательно об этом расскажу так значит что девочки что я вижу кого я вижу а вижу я единорожку вот я так хотела ее связать и я ее и начала вчера значит а что я еще сегодня делала очень часто ходила мыть руки потому что это светлая ниточка белая да и всегда надо мыть руки когда-то там я же из любой пряжи неважно какую игрушку но прям когда белый цвет ну это вы представляете очень часто это надо делать прям очень и очень значит у меня вяжется единорожечка тоже вот кто смотрел вчера видео мои о готовых работах тоже вам рассказывала что хочу такие игрушки чтобы не получались большими чтобы в районе было 25 этом максимум 30 сантиметров максимум но что же вы мне скажете друзья и если она вот я жится у меня вот хочет знаете вот из плюшевой пряжи мне нравятся просто большие игрушки и так получается ну где-то 30 наверно точно будет я не думаю что будет меньше значит у меня связано тело вот такое она уже добавила наполнитель дальше смотрите какие у меня есть ножки связанные вот такие у нас фисташковые ботиночки это будут ножки и это у меня связались ручки вот видите это то что я связала вчера если бы я например начинала с утра сегодня вы бы ну я бы вам ничего не смогла показать потому что девочки никак понимаете но не как разрываешься вот так это то что вот я связала показываю вам работы здесь еще будет много это единорожка она девочка что еще мне надо будет связать к этой игрушки да значит вот что я сегодня связала видите это только вот я начала вязать голову тут волниться но она этого не будет я просто так надо было сделать голову чтобы у меня тут вот при бабочки идут сразу много их идет и поэтому она так волниться но а потом когда ты вяжешь без изменения она уже выравнивается и добавляешь наполнители и этого не будет видно вот это то что я успела сделать только сегодня насчет вязания считайте надо связать еще голову надо связать мордочку ушки рожок сделать гриву но это все собрать конечно сделать гриву и сделать хвост и ну там украшение вот платье девочки сейчас давайте так по порядочку по пряжи вам скажу и дальше оплатим и поговорим значит у меня единорожка будет белого цвета фисташковые вот эти ботиночки как бы на ручках да и по пряжи гималайя долфин байби вот такая красивенная она как фисташка но и уходит немножко в оливку это номер восемьдесят триста пятьдесят девятый 100 грамм 120 метров думаю что это пряжа уже всем знакомо вот дальше белый цвет это у меня номер восемьдесят триста один и белого цвета у меня ушел уже целый моток вот то что осталось нам то есть голову я начинала вязать из 2 ма . дальше по цвету на гриву на гриву да то есть это будет как бы белая с фисташковым цветом и на гриву я хочу скорее всего взять вот такой цвет желтый цвет и этот фисташка и возможно будет белый или еще добавлю вот такой зефирной ниточки то есть это будет криво и это будет хвост такая она разноцветная ну по оттенкам 80 303 розовый 80 309 желтый точно не скажу вроде 313 потому что девочки у меня было три оттенка желтого цвета я боюсь чтобы я не перепутала по моему 313 такой яркий насыщенный красивый желтый цвет и фисташку я вам назвала триста пятьдесят девять вот это то что я хочу сделать такую гриву рожок я буду вязать из пряжи ярнарт бегония это стопроцентный хлопок он и желтый и немножко уходит в горчичку да я вязала на заказ маленькую единорожку и тоненьким крючком вязала вот этот ржок и мне тоже он понравился то есть не прям такой яркий а тоже такой вот красивый он такой блестящий блестящая такая ниточка это очень классная очень классная ниточка так я просто вам покажу этикеточку сейчас девочки вот свет вот так выглядит этикетка ярнарт бекония 50 грамм 169 метров стопроцентный хлопок и номер цвета 4940 вот как раз есть так это будет рожок вижу я единорожку крючком четыре с половиной на рожок возьму может 090 посмотрю дальше думала я тоже изначально чтобы например вязать такую слишком уже просто до сделать имитацию там платья чтобы с этим не заморачиваться но хочу я сделать ее такой классной красивой потому что я буду делать на нее мастер-класс и хочу чтобы это единорожка тоже выглядела богатая и красивая поэтому одежда у нас будет съемная и из этих цветов я хочу связать платье вот именно такой цвет будет подходить под этот цвет гривы да это пряжа а я с baby fine 100 грамм 180 метров номер цвета вот именно здесь 1229 и такой совсем бледно-розовый это номер 55 31 вот пока точно не знаю буду я сюда его использовать или нет но будет вот такой я так платье точно и по краю по краю платья может даже воротничок сделаю таким желтым вот любом не такие ленточные это семечки подарила да они тут есть вот эта пленочка она снимается как бы приклеивается я как на готовое вот платье по краешку приклею она будет хорошенько придерживаться и потом все равно я ниточку ниточкой стежочек за стежочком буду все-таки прошивать вот чтобы она красивенько выглядела и крепко держалась вот так это то что я могу сейчас сказать на данный момент я еще сама не знаю какая она там будет по украшении она обязательно будет у меня есть разные цветочки там розочки зайчики тоже будет но когда я уже это оформлю тогда посмотрю как это будет получаться да то есть это украшение я и применю что ей больше всего подойдет вот это девочки все видите я когда осадилась снимать это видео думаю о чем же мне вам рассказать но показала ноги тела руки ну все девочки больше ну вот нечего видите и сегодня день день просто так пролетел пролетел очень очень быстро я вот даже так спешу что хочу быстро все сказать вот ну будут у нас вот такие видео еще хочу может это принципе к этому не относится но все-таки смотрите девочки мне сегодня такой комментарий пришел вот я пишу например задавайте какие-то вопросы может у вас есть то будет у нас видео ответы на ваши вопросы но это как бы отдельная такая тема а этот комментарий я просто как бы хочу озвучить в том плане что девочки не смотрят видео да они прыгают просто вот скачут с минуты на той на десятую на там пятнадцатую минуту и они не слышу то о чем я говорю вот на видео я понимаю что может не всем нужно полностью вся там информация да но например я это видео сказала вот допустим пришло такой комментарий я не буду его зачитывать кто захочет тут увидит кто захочет смотреть ну там как бы вот это такое там без всяких обид нет ничего такого но в основном почему я еще раз хочу это сказать что невнимательно смотрят вот женщина написала под мастер-классом где я снимала мишка мопсик вы знаете очень много его связали вяжут еще будут вязать до что этот мишка я как бы голову показывала в мастер-классе все вам там подробно рассказала разжевала и сказала что на ножки на тело на ручке будет ссылочка на бегемотика луло внизу под этим мастер-классом мишки мопсика вам просто надо опуститься вниз и нажать на эту ссылочку вы переходите на видео луло бегемотика и там есть подробная схема вот все очень просто а получается женщина наверно просто перепрыгнула до этого не услышала и начинает писать комментарий что я очень много всего рассказываю на видео а мне надо мастер-класс а мастер-класса нет а очень жаль а очень жаль да и скажите мне чего я много рассказываю на видео я так и не знаю то есть когда я снимаю мастер-класс разве была например лишняя какая-то информация что я вам рассказываю как мое здоровье или как я вам я рассказываю какая у нас сегодня погода или рассказываю вам в самом мастер-классе о том что я сегодня кушала что я сегодня готовила вы такое хоть раз от меня слышали никогда такого не было у нас есть мастер-класс и он всегда девочки я стараюсь просто и да я повторяю много я не спорю я повторяю на каком-то определенном моменте еще раз возвращаюсь и повторяю потому что знаю что вот там недослышали там упустили надо еще раз проговорить я не знаю я не могу назвать что это моя ошибка это не ошибка аж никак я считаю что это нормально и сколько мне человек пишет слава богу слава богу все довольны моими мастер-классами неважно платными бесплатными вот просто веду к тому что когда человек захочет услышать узнать он просто включит сядет там будет вязать что-то заниматься включить себе на громкую связь и просто прослушает от начала до конца тем более что именно такую информацию где что найти какую ссылку я всегда говорю стараюсь говорить именно в начале видео то есть когда человек слушает включает он это сразу как бы на там 2 3 5 минуте он сразу это услышит вот я не знаю девочки вот напишите мне я даже не знаю что вы можете мне написать по этому поводу но я тоже думала о том что как-то снимать такие мастер-классы знаете просто быстро как-то но я не умею там девчонки я так просто не умею я боюсь что-то упустить я хочу чтобы до того человека даже который только вот начинает я хочу чтобы он научился чтобы когда он откроет мастер-класс неважно еще раз повторюсь любой бесплатный платный чтобы он получил все понимаете ту информацию что касается этой игрушки даже кроме этого я еще очень много чего могу сказать дополнительного я наоборот стараюсь чтобы вам эта информация всегда была доступна ну так кратко взять и рассказать я могу просто рассказать про эту игрушку это кратко не будет потому что я буду рассказывать от начала от ножки подошвей до головы до всего-всего и я считаю что она так и должно быть вот значит так девочки наверное просто будьте внимательны слушайте если вам надо ну если вам не надо ну то просто припрыгайте по видео а потом не такие всякие разные не пишите жалости свои знаете то есть что очень жаль а чего жаль все есть все есть у нас все всегда есть вот надо просто послушать и найти то есть вот так значит девочки я пошла монтировать видео вы его будете смотреть я надеюсь что вам они понравятся вот эта вся недель когда и я буду приступать за новую игрушечку всем спасибо за внимание и до завтра